Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! Компания Sony запрещает россиянам активировать ключи в Steam. Нил Драгман придумал, о чем будет третья часть The Last of Us, но есть нюанс. А полноценный ремейк Bloodborne может выйти… на PlayStation 6. На связи игровые новости выходного дня! Присаживайтесь поудобнее, ставьте приветственный лайк и погнали скорее к сути! Вы на канале DLC, и мы начинаем! В сети вновь активно обсуждают слухи о новой портативной консоли от Sony. На канале известного инсайдера Moorslow is Dead вышло новое видео, в котором утверждается, что Sony начала разработку новой портативки. Речь не о дополнении для PS5 вроде Portal, а об условной PS Vita 2. Инсайдер считает, что новая портативная консоль может получить специальный APU от AMD. Ничего удивительного, ведь PS4 и PS5 также оснащены этими типами, а компании плотно сотрудничают друг с другом по части железа. Предполагается, что устройство сможет без проблем запускать игры из библиотеки PlayStation 4 и поддерживать большинство тайтлов для PlayStation 5. Однако инсайдер отметил, что в ближайшие пару лет выхода новой Vita ждать не стоит. Проект находится на ранней стадии разработки и может вообще не дожить до полноценной реализации. Также есть информация, что портативка будет и вовсе позиционироваться как часть семейства PlayStation 6, то есть ее могут продвигать как портативную альтернативу большой консоли. В общем, получается эдакий Steam Deck, но от Sony. Как мы понимаем, при таком раскладе ждать выхода PS Vita 2 придется еще дольше, ведь даже гипотетическим анонсом PlayStation 6 пока и не пахнет. Слухи о работе Sony над новой портативной консолью ходили уже давно. Однако компания пока не анонсировала ничего подобного. Оригинальная PlayStation Vita была представлена еще в 2011 как преемник консоли PSP, а в 2019 году компания Sony полностью прекратила ее поддержку. А в прошлом году в продажу поступил PlayStation Portal, довольно специфическое на наш взгляд портативное устройство, работающее в связке с PlayStation 5, но не воспроизводящее игры само по себе. Между тем, компания Sony решила еще чуточку поднагадить нашему брату, ограничив активацию своих игр в Steam на территории России и Беларуси. Об этом сообщил российский издатель и дистрибьютор Buka. Компания предупредила об очередном ноу-хау во Вконтакте в посте с предзаказом ПК-версии Horizon Forbidden West. Несмотря на то, что официально Sony приостановила свою деятельность в России еще в 2022 году, японский гигант все это время как ни в чем не бывало размещал собственные игры в цифровом магазине Valve, который продолжает работать на территории страны и по сей день. Теперь же сразу несколько сторонних площадок, занимающихся продажей Steam ключей, оповестили о новых ограничениях. Проще говоря, купить игры японского издателя русские и белорусы все еще могут, а вот поиграть нет. Под ограничения попали как уже давно вышедшие игры, так и тайтлы, что только появятся на ПК. Причем Sony даже не посчитали нужным уведомить людей. Компания сообщила нововведение лишь дистрибьюторам, а те, мол, пускай и сами дальше разбираются. Кроме того, компания Sony стала убирать упоминания русской локализации из описания игры, даже если в ней перевод на русский очень даже есть. Того же, кстати, компания требует и от магазинов, аргументируя тем, что это негативно влияет на продажи в Европе и других странах. А, ну и да, пользователи из других стран СНГ, например, Казахстана, по-прежнему могут активировать ключи игры Sony, если у них указан соответствующий регион Steam. Ну что сказать, спасибо, блин, большое! В прошлом году компания Ubisoft представила Star Wars Outlaws — новую игру в открытом мире для ПК и текущего поколения консолей, основанную на популярной лицензии Lucasfilm Games. Ранее уже была известна примерная дата ее релиза — 2024 год. Однако авторитетный инсайдер Том Хендерсон недавно обнародовал свои данные о более конкретной дате выхода Outlaws. В случае, если информация от Хендерсона верна, а шансы на это предельно высоки, то мы сможем насладиться Star Wars Outlaws уже в мае этого года, то есть до начала летнего сезона, когда в игровой индустрии традиционно возникает затишье. На сегодня игра фактически готова, но разработчики все еще полируют геймплей и другие ее аспекты, доводя проект до идеала и исправляя различные ошибки. В Outlaws мы возьмем на себя роль контрабандистки Кей, который вместе со своим подельником пытается совершить самое крупное ограбление в галактике. Давайте проведем небольшую перекличку. Много ли владельцев PlayStation среди наших зрителей? Скорее всего, таких найдется немало. У нас приставки от Sony, конечно, не дотягивают по популярности ДПК, но тоже обладают довольно большой аудиторией. И можно долго спорить, какая же платформа лучше, но как минимум один аргумент пекарей владельцы PlayStation могут парировать. Теперь цены на консолях сопоставимы с ценами в Steam. Как это случилось? А очень просто, с помощью ребят из TK Store. Благодаря тому, что весь процесс покупки протекает в Telegram, все проходит быстро и не придется прибегать к помощи дополнительных посредников. То есть лишней комиссии не будет и покупка произойдет очень быстро. А еще в канале публикуются важные игровые новости индустрии и информация о распродажах и просто крутых скидках. Есть много отзывов, поэтому в надежности магазина сомневаться не стоит. В общем, TK Store легко найти по ссылке в описании. Ребята с PlayStation, обязательно заходите! Бывший главный редактор IGN Имран Хан, ранее уже много раз делившийся достоверными инсайдами, в беседе с профильной прессой подтвердил, что Bloodborne на каком-то этапе точно были в разработке для ПК и PS5. У игроков на ПК порт Bloodborne является одним из самых желанных последние годы. А владельцы PS5, в свою очередь, были бы не прочь увидеть игру с поддержкой высокого разрешения и 60 кадрами. В ходе разговора Хан признался, что уже несколько лет не слышал никакой информации о состоянии условного ремастера Bloodborne, но он точно уверен, что такой порт действительно был запущен в работу. Возможно, в дальнейшем у разработчиков возникли какие-то трудности с портированием или же порт вовсе отменили, после того, как ответственную за него студию Sony Japan закрыли в 2021 году. В общем, понятно, что ничего не понятно. Однако, вскоре к беседе Хана с журналистами присоединился другой инсайдер, Head on the Block, ранее неоднократно делившийся достоверными данными о японских проектах, и сейчас решивший внести толику ясности во все происходящее. По его информации, обновленная версия Bloodborne прямо сейчас находится на стадии планирования, но любопытно то, что она не выйдет на PS5. Инсайдер не стал давать дополнительных подробностей на этот счет публично, предложив журналисту пообщаться тет-а-тет, ежели тому интересна дальнейшая судьба Bloodborne. Во все услышание делиться подробностями инсайдер не стал из-за NZA. Пользователи же в сети предположили, что дело было как-то так. Первоначально Sony планировала обойтись простым ремастером оригинальной игры, которую делала Sony Japan, но после закрытия студии издатель решил кардинально пересмотреть концепт и сделать полноценный ремейк, который выйдет уже на PS6, по аналогии с тем, как на старте PS5 вышел ремейк другого проекта от FromSoftware – Demon's Souls. Создатель диалогии The Last of Us придумал концепцию триквела. По словам Нила Дракмана, сей факт открывает для студии возможность создания продолжения в ближайшем будущем. Однако сейчас Naughty Dog занята абсолютно другой игрой, которая никак не связана с франшизой о Джоэле и Элле. Информацией геймдизайнер поделился в рамках свежевышедшей документалки Grounded 2, посвященной разработке второй части The Last of Us. Дракман напомнил, что в первой игре у разработчиков была четкая концепция про безусловную любовь, которую родители испытывают к ребенку. Вторая же строилась вокруг идеи стремления к справедливости ради близких, и эта идея сквозной линии проходила из концепции первой игры. И вот после того, как сиквел увидел свет, разработчики твердо решили для себя, что все, в финал второй части будет прекрасной точкой этой истории. Если, конечно, они когда-нибудь не придумают такую идею для продолжения, что соответствовало бы по силе и значимости концепциям двух первых The Last of Us. На этом серию решили закончить. Вроде бы. В то время как студия переключилась к работе над другими проектами, коим на тот момент, к примеру, был мультиплеерный спин-офф одних из нас. Сам Дракман, по его словам, вовсю продолжал размышлять о будущем The Last of Us, но много лет не мог определить концепцию продолжения. Сюжета как такового у него по-прежнему нет, но уже появилась захватывающая концепция, способная потягаться с идеями, на которых в свое время строились оригинал и сиквел. Автор не стал раскрывать детали, лишь намекнув, что концепция будет иметь общую направленность с первыми двумя играми, но в то же время будет интересна сама по себе. Из этого следует, что студия вполне может приступить к раннему этапу производства триквела. Может, но пока не станет, ведь в Naughty Dog никто ни к чему не принуждает. Дракман уточнил, что было бы здорово создать еще одну The Last of Us вот прямо сейчас. Однако, если сотрудники сильнее увлечены другими проектами, как это происходит в данный момент, то руководство без проблем их в этом поддержит. Издатель Elevenbit Studios и разработчики из независимой студии Odmeter представили геймплейный тизер психологического приключения Индика, повествующего о злоключениях одержимой монахини в альтернативной России XIX века. Главной героиней выступает, казалось бы, скромная молодая девушка Индика, но которая выбрала в качестве компаньона самого дьявола, решив однажды отправиться за пределы монастыря в поисках себя. В качестве особенностей игры авторы выделяют черный юмор, необычный сюжет, напоминающий трагикомедию, словно сошедшую со страниц романов Достоевского и Булгакова, а также сюрреалистичные виды России «Будет да одрю страшно». А демо-версия Индика будет доступна в Steam уже завтра. На днях издатель Konami и студия Bloober Team представили новый геймплейный трейлер ремейка Silent Hill 2, качество которого у многих зрителей вызвало сплошное разочарование. В сети большинство сетывало на дешевые анимации, скудный саунд-дизайн и устаревшую графику. Не до конца было понятно, почему так произошло и по какой причине компания Konami отнеслась столь халатно к производству проекта, выход которого на секундочку ждут миллионы геймеров. Свой взгляд на ситуацию решил обнародовать известный инсайдер Dust Golem, в свое время первым написавший про то, что на State of Play будет анонсирована и выпущена другая игра в линейке Silent Hill The Short Message. По его словам, данный трейлер визуально был практически идентичен той версии, что он имел честь наблюдать еще в мае прошлого года. Плюс ко всему ролик содержит те же самые прошлогодние кадры с минимальным количеством изменений. Единственное отличие, которое заметил инсайдер — новая VHS-сцена в начале видео. Таким образом, становится более-менее очевидно, что Konami даже не потрудились обновить кадры на актуальный билд игры, использовав по сути то, что у них завалялось с прошлого года. Довольно странный ход со стороны крупного издателя. К слову, доподлинно неизвестно, изменилось ли вообще качество проекта в лучшую сторону за почти год с момента записи видео, или же он и сейчас выглядит точно так же. Инсайдер такой информации не располагает. Однако после заявления Даст Голем, у фанатов таки появилась хоть и небольшая, но все же надежда на то, что ролик, к примеру, мог быть подготовлен сильно заранее или в спешке, а финальное качество Silent Hill 2 ремейк все-таки будет разительно отличаться от того, что было показано на State of Play. Звучит, конечно, сомнительно, но окей. Как известно, параллельно с ремейком Silent Hill 2 в компании Konami ведется активная работа над еще несколькими частями, и о некоторых из них по-прежнему известно довольно мало, а то и вообще ничего. О новых планах японского издателя относительно франшизы стало известно благодаря инсайдеру Ти Джей Паркеру. По его данным, ремейк Silent Hill 2 находится в практически завершенном состоянии. Он также ожидал, что на State of Play будет объявлена точная дата релиза игры, но, вероятно, авторы пока что ищут для этого идеальное окно во второй половине года. Говоря о других проектах во франшизе, инсайдеру стали известны планы Konami выпустить полноценное продолжение под названием Silent Hill F уже в следующем году. Хоррор находится во вполне играбельном состоянии, и в данный момент для него готовится локализация силами отдельных студий. Новый трейлер Silent Hill F должны будут показать во время летних презентаций, а может даже и раньше. Кроме того, Konami уже запустила в разработку ремейк Silent Hill 3. Игра пока находится на стадии прототипа, и за него вновь будет отвечать польская студия Bloober Team. Что сейчас занимается обновленной версией двойки. Финансовый директор компании EA Стюарт Кенфилд в рамках свежего финотчета поделился планами на будущее франшиз компании, в числе которых есть и серия Battlefield. Исходя из им сказанного, игрокам не стоит ожидать выход новой части Battlefield ранее 2025 года, поскольку в данный момент компания фокусируется на поддержке пока еще актуальной Battlefield 2042, ее предстоящего седьмого сезона, что запланирован на март этого года. В дополнение к этому, глава компании подтвердил, что в 2024 году Electronic Arts однозначно не собирается выпускать продолжение The Sims, Mass Effect и Star Wars. К этим франшизам они вернутся в 2025 финансовом году или позже. По словам Кенфилда, EA активно инвестирует в будущее франшизы Battlefield, за которые отвечают разные студии. Однако дополнительной информации на эту тему он не предоставил. Ожидается, что в разработке у EA сейчас минимум три части серии Battlefield. Мультиплеерная игра от DICE, сюжетная от Ridgeline Games и некая инновационная игра от студии Ripple Effect. Ранее представители EA также утверждали, что новая Battlefield, одна из или сразу все, станет переосмыслением франшизы. В сети предполагают, что разработчики планируют вернуться к корням и вновь сделать упор на зрелищную систему разрушаемости. Исходя из ранее объявленных вакансий, где компания искала художника для создания продвинутых эффектов разрушаемости, можно предположить, что работы в этом направлении в той или иной мере движутся. Между тем, источники инсайдера Тома Хендерсона сообщили, что новая часть Battlefield от DICE не так давно прошла этапы концепта и пре-продакшена, то есть полноценная разработка игры наконец стартовала. Недавно издательство Bandai Namco намекало фанатам Elden Ring на то, что вот уже очень скоро состоится презентация дополнения для игры Shadow of the R3. А теперь внимательными пользователями базы данных Steam удалось обнаружить отдельную ветку, созданную разработчиками из FromSoftware для цели тестирования. Информация, полученная оттуда, намекает на то, что команда в данный момент активно работает над контентом или функциями, что до сих пор не были публично доступны. В этой связи поклонники Elden Ring предполагают, что в ближайшем будущем база данных пополнится множеством небольших обновлений после тестирований, а уж затем появятся и полноценные новости о долгожданном дополнении. Данный случай, кстати, не первый, когда в базе данных Steam пользователи находят намеки на Shadow of the R3. Еще в середине января там было обнаружено указание на таинственное дополнение в разделе загружаемого контента для игры. Творческий коллектив Kraken VO, ранее выпускавший локализации Subnautica Below Zero и Green Hell, поделился свежими новостями о работе над озвучкой шутера Terminator Resistance, которая была анонсирована еще в 2021 году. На данный момент в игре полностью озвучена вся сюжетная кампания, и авторам осталось лишь дозвучить боевку. Сроки выхода финальной версии пока неизвестны, взамен этого командой был представлен новый ролик с демонстрацией работы. Terminator Resistance — однопользовательский шутер от первого лица, разработанный студией Teyon. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом Лос-Анджелесе, спустя почти 30 лет после Судного дня. А сюжет повествует о событиях войны будущего, показанной в картинах «Терминатор» и «Терминатор 2. Судный день». А тем временем команда Cool Games, известная по русскому дубляжу Fallout New Vegas, Vampyr, Call of Ктулху и многим другим проектам, показала новый ролик с озвучкой Dead Island 2, где ваш покорный слуга исполнил главную роль. Свежее видео демонстрирует прохождение пролога сюжетной кампании. Дата релиза перевода тоже пока объявлена не была. Впереди еще много работы, и ваша поддержка, дорогие друзья, может существенно ее ускорить. В общем, следим за обновлениями. На недавнем мероприятии State of Play была официально представлена новая метро, которая оказалась несколько не тем, что, вероятно, ожидали увидеть многие поклонники шутера. Предстоящая игра будет создана специально для очков виртуальной реальности. Да, пускай Metro Awakening все еще каноничная игра серии, но связана с основной франшизой она будет только общим постапокалиптическим миром, без пересечений с сюжетом первых трех частей. Иными словами, необязательное ответвление. Тем не менее, разработка полноценной части метро тоже параллельно движется, и вполне вероятно, что мы можем услышать о ней уже в текущем году. На днях команда 4A Games, разработчики серии, подтвердила, что не имеет отношения грядущий Awakening, заодно пожелав авторам VR-игры успехов, будучи уверенными в удачности VR-адаптации их творения. А вместе с тем, студии напомнили, что разработка новой части метро, являющейся честным продолжением истории Артема, находится в активной фазе, причем уже давно. Если верить инсайдеру Тому Хендерсону, студии 4A Games уже есть полностью работоспособный билд новой части метро. А вот прямо сейчас разработчики активно занимаются тестированием игры, которая стартовала еще весной прошлого года. К слову, уже под занавес прошлого года в сети активно гуляли слухи о том, что шутер будет анонсирован на одной из ближайших выставок. Но это, как мы понимаем, оказалось не более чем уткой. Теперь наиболее вероятно то, что увидеть анонс следующей части метро мы сможем во время одной из летних игровых презентаций. Аккурат после релиза мега-популярной выживалки Palworld, где игрокам необходимо ловить существ, напоминающих покемонов, для игры стали делать всяко разные моды, в том числе и заменяющие тамошних персонажей на настоящих покемонов. Среди тех, кто корпел над одной из таких модификаций, оказался и популярный ютубер Toasted Shoes. Решив наглядно продемонстрировать прогресс в работе для своих подписчиков, блогер молниеносно получил предупреждение от владельца бренда Pokemon компании Nintendo, что немедля принялась угрожать модеру судом в случае выпуска модификации. Toasted Shoes решил, что не намерен сдаваться. Мод обязательно должен выйти, а потому блогер придумал нестандартное решение. Он изменил саму идею модификации, сделав ее, цитата, «юридически безупречной». По факту блогер просто заменил покемонов на реальных животных, которыми, как мы знаем, вдохновлялась и сама Nintendo при создании своих персонажей. Так Модер добавил в игру желтую крысу, рыжую лису, пушистого барана и других животных, иронично окрестив модификацию как карманные существа с юридическим статусом. К слову, потроллить столь любящую предъявлять юридические претензии Nintendo, Модер тоже не забыл. В игру он добавил пародию на босса японской студии в виде персонажа Соло Гудмана, адвоката, который призывает из стеклянной банки огромное письмо с законом об авторском праве. А на сегодня это все новости, о которых мы собирались вам рассказать. Пишите в комментариях, что думаете о ситуации с Sony и ждете ли новый Battlefield. Не забывайте жмякнуть на лайк и колокольчик и подписаться на канал, если тут впервые. Также добро пожаловать в наши группы во Вконтакте и Телеграм-канал, там регулярно публикуется интересный контент. Свежее видео уже на подходе, а пока оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. За сим откланиваюсь, всем добра!